Здравствуйте! Вы со мной на канале Остроумно. Это ваш самый любимый канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. В этот день в христианстве величали память святого архангела Гавриила, которого считали особо приближенным к Богу. В народе его называли благовестом, поскольку именно он возвестил всем о рождении Иисуса. В народе верили, что тот, кто родился 8 апреля, будет очень счастлив и безупречно красив. В древность говорили, что в этот день нельзя делать тяжелую работу, поскольку у вас ничего не получится, и вы зря только время потеряете. Поэтому люди 8 апреля только готовились к пассивным работам, обрабатывали посадки помидоры, кабачки, тыкву, фасоль, дыню и арбуз, а также, чтобы защитить от мучнистой росы и других вредителей кусты, крыжовников и черной смородины, обливали кипятком. Люди также говорили и верили, что если к этому дню снег окончательно и полностью сошел, то можно высаживать в огороде различные цветы для того, чтобы они зацвели летом. 8 апреля люди собирались возле костров на посиделки, где пели различные песни и радовались приходу весны, а также просили и молились архангелу Гаврилу для того, чтобы избавиться от лихорадки. Кроме этого, в народе существует много других примет на 8 апреля, которым в древние века люди пытались прислушиваться. Если в поле черемуха зацвела, значит, можно картофель высаживать. Люди говорили, какой будет погода 8 апреля, таким по приметам и будет летом. В древность верили, что именно 8 апреля на ленивых нападает болезнь, при которой руки не меет. Если в этот день светлый восход солнца, то погода будет теплой до осени. Если же в этот день заморозки, то весна будет холодная, а лето дождливая. Зацвела верба, урожай хорошим будет. Нельзя в этот день покупать веревки, ведь это может привести к несчастью в семье. Также нельзя в этот день подметать двор, поскольку так можно навлечь на себя несчастье. Если после заката небо окрашивается в красный цвет, то погода в следующие дни будет дождливой. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички, инстаграм и фейсбук. Ссылки есть в описании. Всем пока, услышимся!